Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим захватывающую партию, сыгранную двумя очень сильными гроссмейстерами в 2004 году. Белыми играл хорватский гроссмейстер Дражин Сермек, а черными его коллега по шахматному званию из Нидерландов Ян Смейц. Эта партия привлекает прежде всего тем, что в ней случилась довольно интересная позиционная жертва ферзя, что привело к позиции с нестандартным материальным соотношением. При этом количество тактики в этой партии просто зашкаливает. Итак, Дражин Сермек здесь играл белыми, пошел Е4, далее Е5, КФ3, КЦ6, С4, С5. Итальянская партия, белые сыграли Д3, дани КФ6, но в наше время сильные шахматисты здесь отдают дань современной тихой итальянке ходом С2, С3. Ну вот сыграл КЦ3, здесь Сермек, и далее после хода Д6 применил атаку Каннеля, слон Ж5. Черные прогоняют слона ходом А6, происходит размен на поле Ф6, КД5 с нападением на пешку С7 и Ферзя, Ферзь Д8, и далее поле С3 занимает белая пешка, с идеей в дальнейшем ударить по слону С5 ходом Д3, Д4. В этой ситуации черные обычно играют либо КЕ7 с попыткой разменять централизованного коня белых, либо прогнать его с этого поля ходом С7, С6, либо А6, освобождая поле А7 для отступления слона. После хода Д4 следует как раз слон А7, происходит размен на поле Е5, черные берут здесь конем, и после взятия конем и ДЕ следует активный ход Ферзь Х5 с нападением на пешку. Здесь удобного способа защитить эту пешку у черных не находится, на Ферзь Д6 неприятно ладья Д1, поэтому Ян Смейц с полным правом здесь делает рокировку и пытается получить компенсацию за эту пешку за счет развития. В этой позиции белая забирают на Е5, и здесь черные почему-то отвечают слон Е6. Конечно, понятно, что черным надо все-таки стремиться к нападению на Ферзя ходом ладья Е8, так черными сыграл сам Борис Спасский в 1984 году против большого специалиста этого варианта за белых Божидара Ивановича. Белые далее сыграли Ферзь Ф4, Ферзь Д6, своевременное предложение перехода в Эншпель, и после Ферзь Д6, конечно, взятие на Е4 с шахом, король Д2, далее ЦД, и здесь белые отошли слоном из-под удара ладьи после хода слон Д7. Пешка мы видим тут на Ф2 была несъедобна ввиду ладья Ф1 в дальнейшем удар по пункту Ф7, поэтому здесь белые успевают сыграть Ф3, ладья Е5, Ф4, ладья Е4, ладья ХЕ1, ну и позиция здесь упростилась до невозможности. Соперники перешли вот в такое равное окончание, и партия закончилась закономерной ничьей. Но у нас главные забытия только начинаются. Черные ошиблись, не сыграв ладья Е8, а пошли слон Е6, и в этой ситуации белым проще всего было сделать длинную рокировку, не только уводя короля из центра, но и создавая угрозу Конь Ц7 с нападением конем на ладью, а также ладьей на Ферзя. Но здесь, правда, можно Ф4 пойти, белые играют Ж3, и черным лучше всего перейти в окончание. Причем это окончание оказывается у них без пешки, ведь пешку на Е5-то они в дебюте отдали, получается ни за что. Но белые в этой ситуации сделали только одну часть хода 3-0, пошли ладьей на Д1. В данной позиции черным все-таки стоило уже ладью на Е8 поставить, и после Ферзь Ж3 сыграть Ферзь Ж5. Дальше после размена у черных есть компенсация за отданную пешку, потому что белым нужно тратить время на рокировку, и после хода Ц6 Конь Е3 черные удачно разменивают слонов, забирают таки на Е4, и позиция полностью уравнивается. Но после хода Ц6 в исполнении Смейца, белые все-таки играют Конь Ц7, а нидерландский гроссмейстер пошел Слон Ц4. Оказывается, вот этот ход Ц6 объективно не лучший, был вступлением к интересной позиционной жертве Ферзя. Черные подмечают, что белые еще не рокировали, и после взятия ладья АД8 материальная компенсация за Ферзя у черных совершенно недостаточная. Посмотрите, ладья и Слон против Ферзя и Пиршки. Формально это так, но на самом деле в каждом шахматном положении играют большую роль не только материальные, но и позиционные факторы. А в этой позиции они за черных. Дело в том, что белые не рокировали, очень слаб их король в центре, белопольный Слон мешает ему сделать короткую рокировку. Также в распоряжении черных два очень мощных слона, которые делают очень сложной жизнь белого монарха. Не забудем и о заблудшем коне на Ц7, который вполне может потеряться после слон Б6 и ладья Ц8. Все эти нематериальные факторы говорят о том, что позиция очень сложна, у черных есть компенсация за отданный материал, а шахматный движок говорит о том, что позиция близка к равенству. Белые делают лучший ход Б3, пытаются прогнать слона с диагонали Ф1, А6, но тот и не думает уходить. Слон Д3, играют здесь черные, и в данном положении белым нужно было срочно пытаться завязать контр-игру на королевском фланге, сыграв Ж4. Ну и дальше на ход Слон Б6, Ж5 взяли ладья Ж1. Белые здесь всерьез подумывают о взятии на Ж5, после чего будет угрожать мат на поле Ж7. Поэтому Ф6, ФЕ6, Ладья Ф7, и тут находится очень интересный тактический трюк Конь Д5. Понятно, что брать ладьей на Д5 нельзя, ввиду взятия ЕД, но а если забрать пешкой, то провисает Слон на Б6. Правда, после ладья Е8, под ударом была ладья на Д8, белые могут сыграть король Д2 и ДЕ, получается сложнейшая позиция с примерно равными шансами. Но белые здесь ошибаются, играют Слон Е7, черные делают программный ход Слон Б6, и в данной позиции Сермеку настолько надоело его положение короля в центре, что он, отдав пешку, решил его перебросить на ферзевый фланг и сыграл король Д2. В то же время ход Ф3 вроде бы неплохой, на самом деле вел к перевесу черных. Ладья С8, белым нужно отводить коня на Е6, забрав хотя бы пешку на Б7. Слон Е3, далее ферзь Д7, ладья ФД8, и после ферзь Е6, король Х8, в этой позиции у черных очень солидный перевес, потому что слоны просто арестовали белого короля, и здесь может последовать матовая атака, или просто отдача материала со стороны белых в избежании мата. Поэтому здесь белые, видимо, по-человечески правильно сыграли король Д2, правда после слона Е4 это вскрытый шаг, король С1 пришлось ходить, слон Ж6, и здесь белым нужно было играть ладья Е1. Идея состоит в том, что после ладья С8, белые могут перейти в окончание ладья против двух слонов, конь Е8, ладья ФЕ8 взяли, забрали, шаг ладьей, король Х7, и здесь Ф3, не давая в обиду пешку Ф. Конечно, материальное преимущество черных здесь солидное, но проблема в том, что очень неудобно защищать пешки на ферзьевом фланге. Сейчас угрожает ладья Б8, поэтому слон Ж1, нападая на пешку, и Х3, С5, ладья Е7, Б6, С4, все-таки как-то прицепиться к этим пешкам белые могут, и шансы на ничью здесь у них остаются. Но Сермек сыграл Х2, Х4, далее ладья С8, эти ходы черных были достаточно прогнозируемы, после Х5 спокойная слон Х7, и конь все-таки теряется. Ладья Д1 сыграли здесь белые, после хода слон С7, у черных уже материальный перевес, потому что у них два слона и ладья за ферзя, при равном количестве пешечного материала. Ладья Д7, играют здесь белые, слоны в 4 шах, слоны отрезают дорогу королю, если пойти король Б2, то следует матовая атака, ладья СЕ8, ферзь С5, ладья Е2, ну и дальше на король А3 следует еще слон С1, далее ладья бьет А2, ну и тут просто черные побеждают, угрожают слона А3, на ход ферзь Б6, черные могут подвести ладью, то есть пойти ладья Е8 в удобный момент, и королю просто не выжить. Но король Д1 сыграли белые, дали слоны в 5, нападая на ладью, тут мы понимаем, что на взятие на Б7 последует, конечно, ладья СД8, приходится играть король Е2, и после ладья ФЕ8 партия заканчивается. Но белые пошли ладья Д4, напав на слона, и вот здесь как раз завязываются очень интересные тактические осложнения. Белым после ладья Д4, надеяться можно только на ошибку соперника, и она у чуда последовала. Черные в этой прекрасно проведенной до этого момента партии могли пойти просто ладья ФЕ8, и после ферзь бьет Б7, слон Е5. Выигрыш не так очевиден, впрочем, не совсем понятно, куда девать ладью. Если отойти с линии Д, последует ладья СД8 с разгромом, но если ладья Д2, то слон С3, и тут очевидно нужно расставаться с качеством, после чего у черных остается 2 ладьи слон против ферзя, и выигранная позиция, так как отход ладьи по вертикали Д приводит к простому мату ладья Е1. Но в этом положении, Ян Смейц делает ход ладья С7, контратакуя ферзя, но не замечает, что подвисают его слоны. После верного ферзь С5, Дражин Сермек нападает двумя фигурами на слонов соперника, и здесь черным очень трудно выпутаться. Правда, черные играют слон Ж4, это лучший ход, шаг Ф3, снова двойное нападение, куда же идти? Оказывается, лучше всего было отдать слона за пешку, и далее на ход слон Ж5, а слон Е3 особо ничего не дает, ввиду ферзь Е5 с двойным ударом, но это приводит к размену ладьей, и в итоге к очень тяжелой позиции, подобной той, которая случилась в партии. Но слон Ж5, сыграли бы здесь черные, после Ф4, слон Ф6, ладья Д3, ладья Е8, Б4, создалась вот такая довольно интересная позиция, в черных есть компенсация за ферзя, все-таки ладья слоны пешка, и довольно стабильно стоят их фигуры, можно сыграть дальше ладья С, Е7, и смело смотреть в будущее, хотя, конечно, перевес белых здесь чувствуется. Но смейтс на свою беду сыграл довольно бесхитростно, слон Е3, и после ферзь Е5, получаются три фигуры черных под ударом, после слон бьет Д4, конечно, мы бьем более ценную ладью на С7, и теперь слоны, на самом деле, под ударом пехоты белых, после чего, совершенно понятно, что белые получают ферзя против ладьи и слона. Весь вопрос в том, сколько пешек черные сумеют забрать за одного из своих слонов. Далее, слон бьет Ф3, ЖФ, слон бьет С3. Все бы ничего, но белый ферзь очень активен. Король С2, пока играет Сермек, понимая, что именно здесь он уже на победу, начал играть. С4 и далее ферзь бьет Б7. Тройной удар. На две пешки на слона, одна из пешек защищает слона, но теряется другая. И далее следует ход ладья Д8. Позиция для черных не такая уж плохая, самое главное, не дать белым создать проходную пешку на ферзьевом фланге. Но после хода король С1, следовало слон А3, король С2, соперники повторили позицию, и белые поставили ферзя на А4. План довольно прост, сыграть А3, после отхода слона, Б3, Б4, и образовать проходную пешку. Черные дают шаг, король С1, и в данной ситуации Ян Смейтс отошел ладьей на неверное поле. Ему нужно было централизовать ладью, играть ладья Д5, после ферзь Е8 можно отойти слоном, и на А3 забрать на А5, создавая свою проходную по линии Аш. На Б4, конечно, белые в итоге, после разменов, создают проходную пешку, но дело в том, что ей довольно трудно продвинуться вперед. После шага, король С2, Х5, Б5, следует ладья Аш2, и на король Б3, ладья Аш4. В этом смысл защиты, ладья становится на защищенное слоном, поле Б4, и не дает пешке продвинуться вперед. У белых здесь, конечно, солидный перевес, но ясного плана выигрыша не видно. Ну, а в партии, после хода ладья Ф2, белые сыграли таки А3, слон Д2, король Д1, расположение черных фигур довольно нестабильно, черные здесь пошли, король Ф8, Б4, и тут оказывается, что брать АБ, как первоначально собирался сделать Ян Смейц, нельзя. После ферзя 8, следует неизбежная ферзя 7, с двойным ударом, ладья теряется, поэтому пришлось играть слон Е3, ну, а белые, забрав ферзем на А5, получили две здоровые пешки на ферзевом фланге, которые просто устремляются вперед, с невероятной быстротой. К тому же сейчас уже угрожает мат в один ход, ферзь Д8, черные защищаются, давая шах, король Е1, ладья Д6, ну, здесь пассивная оборона черным ничего не принесет, в то же время образовать проходную пешку на королевском фланге, им удается с очень большим трудом, и с огромными потерями времени. Ферзь С7, далее слон Ф4, простая очень угроза, ладья Е6, парируется легко, ферзь С8, король Е7, ферзь Ф5, нападая на слона, ладья Д4, ферзь С5, каким-то чудом черные не теряют здесь на двойных ударах одну из своих фигур, белые просто ставят короля на белое поле, и после хода Ж6, Б5, Ж, какая-то хиленькая проходная по линии Ашу черных получилась, но белая проходная идет вперед очень быстро, король Ф6, Б7, ладья Д2, из последних сил держатся черные, поставили ладью на Б2, но здесь следует решающая ферзь Д4, слон Е5, и ферзь бьет Б2. Отвлечение слона, ну и после взятия на Б2 следует Б8 ферзь, поэтому здесь Ян Смейтс сдался. Вот такая отличная партия двух довольно сильных гроссмейстеров, конечно на определенном отрезке этого поединка соперники совершили несколько довольно грубых ошибок, но конечно это динамичная и очень яркая игра белого ферзя против нескольких черных фигур, я думаю не оставила вас безразличными, и вы не забудете поставить лайк этому видео, подписаться на канал Шахматы для всех, если вы этого еще не сделали, ну а также написать свой комментарий, если вам есть что написать. Спасибо большое за ваше внимание, до свидания.